Хоба! Привет! С вами доктор Влад, 17 градусов у нас. Так, и новости какие? Ну, во-первых, вот здесь Валентина мне пишет. Сегодня праздник Казанской иконы Божьей Матери, поэтому дню судили о предстоящей зиме. Что Казанская покажет, то и зима скажет. С 21 июля начинается самая сильная жара. Но у нас 21 июля она не начинается. Сегодня у нас днём 25, там 27, 26, 27, 30. Вот в субботу будет 30, а в воскресенье 34 днём. Ну, ладно. С Казанской завершили. Что там дальше? В Кремле объяснили назначение Дегтярёва в РИО главы Хабаровского края. Песков сказал, что при решениях по Хабаровску Владимир Путин руководствовался задачей наладить работу региональных властей. В том числе и в русле тех самых основополагающих документах о планах развития. Ну, в общем, бла-бла-бла. Ну, назначил, назначил. Посмотрим, как его воспримут. Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. Ну, значит, повысит. Всё напишут. Будь чё, и 90 напишут, и 150. Путин отказался от задачи по вхождению в число крупнейших экономик мира. Вот это да, её нет среди национальных целей. Даже как-то странно. Даже как-то очень странно. Цели должны быть реалистичными. А раньше всё догоняли, перегоняли. Америку, Португалию, Зимбабве. Зимбабве вроде обогнали. Так, Британия опубликовала доклад о российском вмешательстве в выборы. Вот так вот, ребята. Комитет по разведке расследовал вмешательство Москвы в разные электоральные кампании. Дезинформация, бла-бла-бла и всё такое прочее. Ну, в общем, везде русские своё дерьмо развешивают. Газета РУ в украинском Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками. 20 человек заложников имеют под себе взрывчатку и оружие. Пока не предъявляют даже требований никаких. Странно. И это странно. Ну, я надеюсь, что всё завершится благополучно. Не будет никаких этих тел. А я сейчас гляну, тут больше ничего нету. Да вроде пока ничего. Ну, никого он не убил пока что. Объяснён интерес россиян к водке. Ух ты, кто-то всё-таки объяснил. А, на фоне пандемии, а до пандемии, после пандемии. Женщины хороши до безобразия, во время безобразия и после безобразия. Так, Минздрав поспорил с Миномороны о готовности вакцины к коронавирусу. Ну, меряются, у кого больше, да? У кого лучше вакцины. Так, в Москве задержан бутовский маньяк. Маньяк. Насиловал, грабил младых женщин. И сколько, сколько у него там, сколько, сколько? И говорят, подбегай сзади. Он закрывал жертвам рот рукой. Ну, поймали его. Ну, хорошо, поймали. Новый будет. Россиянин из ревности сжёг женщину с двумя детьми. Жену свою. Она раньше его ушла, раньше него ушла с какой-то пьянки. И вот, он пришёл домой. А, она сожительница, даже не жена. Пришёл домой, женщина не открыла дверь, он поджёг и сбежал. И они не успели выбраться. Пожизненное лишение свободы. Её выпало. Кремль прокомментировал фото Кадырова с пулемётами для Помпео. Песков сказал, что россияне имеют право на законных основаниях хранить и носить огнестрельное оружие. Попробовал бы Навальный вот так вот. Даже не с пулемётом, даже с вилкой бы сфотографироваться. Чё бы было, да? Кадырова может. В России за сутки выявлено 5842 случаи коронавируса. Ну, так будут снижать потихонечку и всё. К реальным заболеваниям это не имеет никакого отношения, ребят. То есть, абсолютно. Как раз сейчас вот уже три недели прошло со всех выборов и с парадов. Я представляю, что сейчас творится. Новый аскетизм. Что такое цифровой детокс и кому он нужен? Огромная статья. Огромная глупая статья. Ребят, на самом деле всё укладывается в одну фразу. Денёк себе выделяйте, да? Без смартфонов, без компьютера. Один день хотя бы в неделю. Вот. И у вас на душе сразу легче будет. Потому что из интерната сплошные гадости. Раньше-то был не фонтан, а сейчас что творится? Мама не горюй. Илон Маск впервые вошёл в пятёрку богатейших людей мира. Состояние выше 74 миллиардов долларов. Ух ты, чёрт возьми. Ещё в начале года он был 37-й. А сейчас вошёл в пятёрку. Нифига себе. Временно первые международные полёты разрешат только из шести городов. Когда, когда? Так. Когда на первом этапе. Когда неизвестно. Но разрешат. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток. А из Хабаровска запретят даже поезда. Я так думал. Застройка на века. Домам хотят прописать срок годности. Да он всегда был этот срок годности. Вот у панелек там было 50 лет, что по-моему, да? А толку-то? А толку-то? Ну и живут, и живут. И 100 лет живут, и 500 лет живут. В том же самом доме без ремонта. Россиянку обманули на 7 миллионов рублей при покупке электрокара. Из набережных Челнов. Женщина 34 года. Нашла о продаже информации о продаже электромобилей из Нью-Йорка. На сайте бесплатных объявлений. Вот. И заплатила 100 тысяч долларов. Да, перевела. И всё. И ничего нету. Ну, это вот, ну, надо быть такой вот неумной женщиной, да? В 34 года 100 тысяч перевела, и ничего нету. Плач Хабаровск, да, Ремитина, политик. Ну, ребят, да, чё будет теперь, непонятно. Хабаровчан остается только пожалеть. Ну, нет у вот этой самой вертикали пресловутой, нет элементарных понятий о том, кому можно доверять руководство людьми, а кого на пушечный выстрел к ним подпускать нельзя. Ну, его просто сразу из сауны загрузили в самолёт и туда отвезли, и всё. Он больше ничего не умеет делать, кроме как голову споласкивать. Кошмар. Более 100 гектаров степей лесов горят в Оренбургской области. Жара, что ли, там у вас? Жара. 120 гектаров. Ну, они только регистрируют, они тушить-то не собираются нифига. Работы по дополнительной опашке юго-западного склона. Ну, опахивают. Опахальники. Маск рассказал о преимуществах чипирования. Смотрите-ка, чипирование людей. По словам Маска, чипирование позволяет контролировать уровень гормонов. Так человек сможет спокойно снять тревогу, либо сконцентрироваться на размышлениях. Чип также позволит слушать музыку. Она будет направляться непосредственно в мозг. Кроме того, устройство может стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других веществ. Ну, чтобы балдёж получать, да? На кнопку нажал, у тебя оргазм. Напомним о готовности нейролинк в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. Так, работа по созданию импланта будет завершена в течение года. Устройство будет располагаться, значит, под костями черепа. Оно будет связано с мозгом. При помощи электродов начнёт выполнять функции человеческого органа. Разработку также можно будет применять при реабилитации в случае утраты зрения, слуха или подвижности рук или ног. Ну, чёрт его знает. А первый канал там будет интересный? Он не сказал. Учёные НАСА предупредили о трёх летящих к Земле астероидах. Ну, и чё, когда они будут? Во вторник? Космическая скала достигает 170 метров в диаметре. Вот самый такой опасный. Больше, чем у знаменитого лондонского колеса обозрения. Да, бабахнет, бабахнет. Скоро бабахнет, да, ребята? А вы как думаете? Хватит. Казань Фёрст. И в Татарстане из окна девятиэтажки выпал трёхлетний мальчик. Я думаю, нужно Путину запретить законодательно окна, чтобы не выпадали оттуда люди. В последнее время это какое-то бешенство просто. Твиттер. Чё у нас тут твиттер говорит? В Перми два года условно, условно, дали 17-летнему азербайджанцу, который на скорости 140 км в час сбил насмерть молодую девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. А можно же направить дело на пересмотр в вышестоящий суд, где азербайджанская диаспора не смогла бы повлиять. Да. Так, твиттер, твиттер. Под Одессой памятник Ленину реконструировали в болгарского винодела, чтобы не демонтировать. А вообще интересно, вот Ленин, да, на голову ему надели такую вот болгарскую шапочку высокую, да, в одну руку рюмку, а в другую виноградная лоза, и тут вот какое-то ведро у него в ногах стоит, и сапожки у него такие вот с носиком, с носиком. Здорово как. Да. Так, что тут ещё? Хабаровчане, есть хорошие новости. Губернатор Дегтярёв у вас ненадолго. Придержаться надо совсем чуть-чуть. И вот, значит, цитирует Дегтярёва, «Ещё я готовлюсь полететь в космос в 2021 году. Уже согласована программа на возвращаемой капсуле частный космический корабль». Ой-ой. Комментарий. Чёртов идиот. ТАСС «Володин назвал Дегтярёва ответственным политиком, прошедшим серьёзную школу». Блин, Володину лучше бы в некоторых ситуациях вообще промолчать, ибо у большинства здравомыслящих людей эта серьёзная школа ассоциируется исключительно с сауной у Жириновского. А Володин тоже ведь он, да, из этих, да. Ну, вы поняли. Володин тоже прошёл всю сауну, комментарий. Ту же самую сауну. Кадыров в ответ на заявление Помпеева о включении его в чёрный список США заявил, что принимает боль и дальше будет интереснее. Дальше США заблокируют все счета Кадырова и его подставных лиц в Саунской Аравии, в Эмиратах, а также конфискует другие его активы по всему миру. Да, ребята. Вполне такое может быть. Несколько тысяч нижегородцев, опа, выстроились в живую цепь вдоль главного проспекта Нижнего Новгорода. Да, вон, стоят. Таким образом они выражают протест против губернатора-коррупционера. Вот стоят, прям стоят. С зонтиками, там дождик, что ли. В Нижнем-то. Так, что тут ещё на твиттере? А как Дегтярёв, интересно, планирует появляться в Хабаровском крае? Его же освистают там везде, если не забросают помидорами. Интересно. Комментарий. Пыня ступил на тропу войны. И это серьёзно. Он мстительный, злопамятный и злобный. Так, и дама с перегаром. Давайте логически мыслить. Вы никогда, как бы не учились, как бы не старались, не сможете стать главврачом, директором школы, актрисой. Вам никогда не... Кстати, интересно, вот в Москве, что не... Главный врач, обязательно Кавказ. Главные врачи все Кавказы. Все абсолютно странно. Не сможете стать главврачом, директором школы, актрисой. Вам никогда не дадут место в издании и т.д. Ведь все места расписаны на годы вперёд для детей чинуж. Места обслуги свободны. В такой России хотите жить? И дальше вот комментарий. Страшнее. У вас есть собственный бизнес? Отберут и отдадут детишкам. Детишек много. На всех местах, в Газпромах и театрах с больницами не хватит. А дети это святое. Их надо кормить. Так в новой конституции записано. Да, ребята? А, у меня всё. Я сегодня быстренько отстрелялся. И опять плотина. Ролик нашего Владимира Бокова. Вот. Надо ему было поставить тут потихонечку фоном. Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Смотрите. Всего хорошего. До обеда. Пока. С вами доктор Влад и Владимир. Доброе утро. Сегодня 21 июля 2020 года. Как видите, уровень воды в речке по ему ординару, личному ординару, превышает. И вся поверхность воды затянута ряской. Это говорит о том, что нет движений воды. То есть, плотина вся перекрыта. Сейчас поеду на плотину разбираться. Ну что, всю ночь шёл дождь. В саду лужи. Небольшие, но и... Как небольшие? Вот они, в малине. Пожалуйста. И малина не собрана. Опять назрела. Но малину сырую собирать нельзя. Сами понимаете. Ну ладно, увидим. Обещает всю неделю дожди. Да, это что-то. Мало того. Ещё и коттофель начал чернеть. Ну что, с такой погодой, конечно, почернеет. Без конца дожди, дожди, дожди. Питавтора. Вон, даже вижу. Отсюда вижу. Так. Ну что делать-то будем? Там будет видно. Придётся выкапывать какую-то мелочь. Было, было однажды. У нас такое было, было. Ладно, поеду на плотину. Не удалось заснять. Только что видел андатру. Поплала, поплала вон туда. Видите что? Сейчас я часть веток вытащу, чтобы дать течению. Как видите, течение слабенькое, а уровень воды приличный. Начинаем. Как видите, смотритель плотины немного прочистил русло. Освободил часть, то есть выкнул на берег часть мусора всякого. веток, палок. Вода пошла. Хорошо. Я сегодня без своего маленького богорчика, поэтому я уж так. К вечеру вода должна сойти. Вечером ещё раз поеду и посмотрю, проверю. Я доволен. Всё. Так, а сейчас за хлебом, а там будет видно, какие дела. Мне-то очень доволен. Эх, жалко, бобров-то не увидел, а? Андатру-то увидел. Вон, где-то там плавает. Ну, бобрык, где вы там? Хоть покажитесь мне. Смотрите, бюк. О, вон там, вон. Ещё одна андатра нырнула. Видел, 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 да? Ну, ладно. Не до них. Итак, у нас идёт мелкий и частый дождь. Дед весь промок. Только закончил работы на плотине, как пошёл мелкий и частый дождь. Ну что, пока туда-сюда. Короче, весь промок. Сейчас бабушка заваривает свежий чай. Согреемся, переоденемся. И ближе к обеду я погляжу уровень речки. Воды в речке. Вот, если плохо сходит, то, а, плохо сходит, то возьму маленький богорчик и съезжу, почищу более основательно. Видел двух андатрах, но заснять их не смог. Уж извините, так получилось. Ладно, всё. Пойдём сушиться, переодеваться. Сейчас мне бабушка говорит. Дед, у нас впереди, около роз, милисца хорошая. А сзади она вся пожухла. Давай собирай, суши её. И в морозильник. Чем я сейчас и займусь. Ну вот. И милиса на зиму готова. И листики, и соцветия. Сейчас где-то её просушат, денёчек другой. А затем пакет и в морозилку. Пойду проверю речку. Хорошие мои. А уровень воды в речке упал. Ладно, я нормально прочистил, пока больше сегодня не поеду. Видите, и даже рязка в сторону ушла. К вечеру, наверное, ещё понедится. Ну и очень хорошо. Обидно за малину. С этими дождями. Такая ягода бесит, а. Ну что, что будешь делать-то? С этими дождями. Ммм. Обидно. Сколько опять назрело, а. Вы только посмотрите. Только посмотрите, какие ягоды висят. Крюпнющие. И собирать нельзя. Сейчас дождь прекратился. Хорошо бы хоть до вечера его не было. И можно было собрать ещё вторую очередь малины. То есть уже какую? Вторую очередь красной малины. Сейчас. Видите? Опять всё. Красным красно. И такие ягоды, да? Ой, а здесь общен. Люба, дорого смотрите на такую малину. Да, хорошие мои. Марина замечательная в этом году. А в перцах и баклажанах у нас опять потоп. Видите, что творится, а? С этими дождями, а? Какой-то ужас, ужас. Да что, висят хорошенькие перчики. Красненькие. Где-то мой. Вот ты мой красненький, да? Вон. И жёлтенькие висят уже. Вот они. Видно? Видно вроде бы. И баклажанчики висят. Ой, вон они. Хорошие мои. Да. Ну, не погода, не погода. Что ж, вон. Видите, стою. Хлюпает. Всё. Ведь не было ничего. Буквально вот пар... Ой, да это вообще ужас какой. Он. Какой-то ужас, что творится. Так. Ну, я говорил вам, что уровень воды в речке что-нибудь, может, упал. И на этом... Опять пошёл дождик, а? Ладно. Нет хуже добра. Сейчас детство погибли мы и домой. С этими дождями, а? Ну, никаких дел. Особо. С этими дождями. И вон. Нет хуже. Нет хуже. Нет хуже. Нет хуже. Продолжение следует...